Ход реализации Верхней Волжи инвестиционных проектов в этом году стал одним из ключевых вопросов на очередном заседании регионального правительства. Речь идет в том числе о строительстве новых производственных площадей и перезапуске прежних, где работали когда-то иностранные партнеры. Подробнее о том, что уже реализовано и о предстоящих крупных проектах, которые планируется запустить в следующем материале выпуска. В 2022 году в Тверской области были реализованы 11 проектов на 28 миллиардов рублей, а это более полутора тысяч новых рабочих мест. Кроме того, удалось перезапустить те производственные площади, которые ранее занимали иностранные партнеры, в том числе предприятия по обжарке кофе и выпуску IT-продукции. В ближайшее время в планах свыше 80 проектов почти на 200 миллиардов рублей. В дальнейшем это более 24 тысяч рабочих мест. Так, один из проектов реализуется в Конаковском районе. Этим летом начнется строительство крупного комплекса отдыха пятизвездочного формата. Это 35 тысяч квадратных метров на 11 гектарах земли вблизи курортной зоны Карачарова. Близость зала Карачарова нам кажется очень выгодной позицией, потому что у них есть источники питьевой воды минеральной, которой мы будем пользоваться как бювет. У нас есть договоренность, у нас есть две зоны парковые, огромный 100-гектарный лес рядом. Это исторически построенный гайд-парк по принципу Лондонского парка. Поэтому у нас очень богатое наследство, которое мы сейчас будем использовать, будем его восстанавливать. Комплекс планируется завершить в 2025 году. Руководитель российской компании, которая занимается возведением промышленных объектов, отметил, что большая часть строящихся зданий находится в Тверской области. Речь идет о возведении производственных площадей под конкретные заводы, а также площади для сдачи в аренду. Необходимы площади плюс-минус от 1000 до 1500 квадратных метров для какого-то небольшого производства. Мы разработали систему быстровозводимых зданий, но с возможностью монтажа в них кран-балок для того, чтобы можно было делать что-то тяжелое в промышленности. Мы видим, что это очень востребовано. Как рассказал Алексей Петров, выступивший в качестве эксперта на заседании правительства, регион всегда готов прийти на помощь компаний. Все вопросы, которые возникают в ходе реализации проектов, моментально разрешаются. Сейчас на стадии реализации находятся 9 проектов, заключенных на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме. Новые договоренности были и в нынешнем году с рядом предприятий. Глава региона отметил, что Тверская область в прошлом году, вопреки санкциям, реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021. Объем вложений увеличился в 4 раза. Сегодня можем сказать, что у нас процент реализации практически близок к 100% соглашений, которые там были подписаны, они по времени реализуются. Второе – это количество рабочих мест, которое мы создаем с помощью инвестиций. Оно превысило 20 тысяч. Очень важно, что объем инвестиций в нашу региональную экономику сегодня достаточно высок. Еще одна важная задача на сегодня – это готовить кадры. Также губернатор подчеркнул, что реализация инвестпроектов – вклад в будущее страны и нашей территории. Также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые современные рабочие места. В Верхневолжье активно развиваются и создаются промышленные парки и особые экономические зоны. Это Боровлева-1, Боровлева-2 и Боровлева-3. Проектируется особая экономическая зона «Эмаус». Одним из крупных проектов является создание парка развлечений «Союзмультфильм» в Конаковском районе. В Кимрых создан инновационно-промышленный парк «Савеловский». В этом году планируется запустить производство синтетических алмазов. Для реализации действующих и планируемых проектов предусмотрена комплексная господдержка. В частности, это помощь в газификации, создании необходимой инфраструктуры и льготное кредитование.